Привет, друзья! Приветствую на канале Санек Влада Искатель. Приветствую всех любителей авиамоделизма. Сегодня мы будем обозревать одну из очередных новинок от компании ICM в 72-м масштабе. Это MiG-25RB, одна из модификаций модели, которая очень успешно и удачно продвигается и производится компанией ICM. Сегодня мы ее рассмотрим. Похожую модель мы уже рассматривали. Если интересно, можете опуститься вниз по видео, там другие есть ролики о новинках ICM. Но мы сейчас приступим к распаковке данной модели. Сейчас мы ее откроем, достанем все внутренности из нее, из этой коробки и представим вашему вниманию. Начинаем мы по привычке с декалей. Вот такие вот декали. Советская армия, Ирак или Сирия какие-то, их путаю постоянно в эти флаги. Мы это можем увидеть на обратной стороне. Ирак, да, я был прав. И Хоа, Арабская Республика, Объединенная Арабская Республика. Вот такие вот декали. Здесь достаточно мелко распечатаны тексты. Сейчас постараюсь приблизить. Плывет камера, не увеличивает настолько, но вы видите качество печати, буквы максимально приближенные к натуральному, к реалистичному. Вот эти все предупреждения, все эти обозначения, которые цепляются на корпус самолета, на фюзеляж, на крылья. Так, это что касается декалей. Сейчас прикроем немножечко, чтобы они у нас не прилипали. И приступим к инструкции. Еще раз повторюсь, данная модель выпускается в 32-ом масштабе и в 72-ом масштабе. По-моему, даже были 48-го масштаба, но точно утверждать не буду. Нужно посмотреть. К чему я веду? К тому, что инструкции будут, я думаю, идентичны. Единственное отличие будет по нагрузке, которая будет дополнительное вооружение на, дополнительное оборудование на самолет. И именно и будет нас отличать от предыдущих, от других модификаций. А так, в принципе, корпус самолета, фюзеляж, он идентичный. Здесь еще раз повторяюсь, еще раз вернемся к окраске самолета. ОАО Каир-Уэст, 74-й год. И вот модификация СССР, 70-е годы, конец 70-х годов. Советская армия, ВВС СССР. Дальше идет ОАО, ОАР и МИГ поздних серий ВВС Ирака. Это 80-е годы иракской армии. Вот какие варианты окраски. Основные цвета здесь у нас светло-серый полуматовый, темно-серый матовый, черный матовый, полированная сталь, сталь и титан. Это те цвета, которые используются у нас в покраске данной модели. Вот во всех этих четырех модификациях. Все, оставим нашу инструкцию. И давайте открывать. Приступим к литникам. Вот я люблю, за что я люблю современную авиацию. За то, что на ней можно увидеть вот все прелести, все достоинства качественного литья. Вот отливая на свету, вы видите вот качество литья, прорисовку, макросъемки. Ну, можете мне написать, если кто-то не согласен с тем, что качество на высоте. Я вам поспорю с тем. Вот вы видите деталировку. Мелкие-мелкие отверстия. Так, вот следующая модель, вот следующая деталь литника. Такие малюсенькие-малюсенькие отверстия. Все это четко прорисовано. Постоим к следующему. Вот вы можете видеть покрышки. Все прорисовано четко. Как говорится, комар носа не подточит. Вот посмотрите. Детали приборной доски или приборной панели пилота, скорее всего, это приборы управления. Вот части крыла. Также вот с прорисовкой, с деталировкой. Вот такие малюсенькие, они по отношению к пальцу, вы видите, вот. Тонкие детали. А прорисовка очень-очень четкая. Нигде блоя лишнего нет. Все супер. Так, это сопло вот у нас. Бомбы. Такие вот бомбёхи. Дальше. Стекло уберем пока, потом покажем уже в дальнейшем. Такие вот бомбёхи. прорисовку здесь, 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 здесь вы можете видеть. Все супер. Чего-то прилипло. Вот заднее крыло. Хвостовое перене, точнее. Дальше. Дальше. Даже для 72-го. Масштаба, деталировка очень-очень даже. Честно говоря, я сам. Не то, чтобы сказать, удивлён, но очень приятно держать в руках вот такое качество литья. Тем более, собирать. Ну, повторюсь, как говорил в прошлых видео, что я не очень люблю 72-й масштаб, потому как это очень скрупулёзная работа. Это малейший косяк и всё это видно сразу на модели. так как я иногда их совершаю, то, честно говоря, я не очень люблю такие маленькие миниатюрные детали. Вот такая вот была последняя, вот такой был последний литник. Это всё, что было у нас в коробке. Остался только фонарик. Сейчас мы приблизим. Также вы видите обшивку, расшивку эти заклёпки. на стекле. Стёклышки ровненькие, нет никаких наплывов. Однородные. Вот как-то так. Как-то так. Ребята, кому понравилось видео, ставьте обязательно лайки. Пишите комментарии касательно данной модели. Кому понравилось, кому не понравилось, обсуждайте. Обязательно пишите своё мнение по данной модели. Кому понравилось, кому не понравилось. Если будут какие-то вопросы, также обращайтесь. Либо, если есть вопросы к производителю, можете обращаться по ссылке в описании. Ищите данную модель в магазинах, где вы покупаете модели. Если будут трудности, ещё раз говорю, обращайтесь ко мне, либо непосредственно к компании E7. Они подскажут, где их можно приобрести. Ну и всё, наверное, буду заканчивать данное видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До новых видео. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!